итак народ всем привет сегодня будем делать такую короче тему печку для гаража без вытяжки но без вытяжки это сильно сказано вытяжка будет но так что никто не прикопается у меня такая ситуация то что он гараж довольно маленький сейчас зима холодно постоянно надо в нем что-то делать со всех сторон боксы находятся внизу тоже вверху крыша которую нельзя пробивать не дырку ничего короче начальство ругается вентиляции в самом гаража совершенно никакой нет разве что щели какие-то ну давайте вам даже покажу ну и естественно запрещено делать так что выход открытого огня либо чего-то проходит в гараже вот здесь такая деревянная крыша вот наша машина получается как мы это будем делать все закроем так ну первое что я хочу сказать это то что не будет никакой температуре в дымоходе как должно быть по крайней мере у меня будет выход вот здесь это утепленный гараж внутри пенопласта обшитый вагон пенопласта обшитый вагонкой вагонка кстати толстая странная вырезал обычный круг здесь на сверлю обычных дырок туда но это у нас будет вентиляция что у нас будет представлять сама печь вещь у нас будет представлять вот такую бочку это у нас 60 литров от масла у меня рядом автосервис так что с бочками нет никаких проблем первое что нам нужно сделать это взять такую бочку обрезать ее ну где-нибудь как вам удобнее будет это уже будете смотреть решать сами в процессе видео с какой стороны сверху снизу я думаю не столь важно нужно будет ее отмыть ну более-менее и отжечь потому что вот эта вот краска лак то что внутри масло вся фигня она будет жутко вонять когда там будет происходить горение ну вот у меня уже есть подобная бочечка я ее делал конечно для копчения но для копчения она не подошла нижняя часть у меня ее потеряна вот такая внутри так что мы сейчас будем делать мы так в первую очередь мы ее поставим затем мы возьмем трубу где у нас эту трубу а вот так эта труба обычный слив насколько я помню цинкнут оцинкованная и ржавейка наверно продается в любом магазине вообще за копейки купил за сколько рублей за 70 вроде в общем вот такая труба мы возьмем у нее кстати там она идет ровная ну диаметр а вот здесь вот он чуть-чуть уменьшается вот здесь видно повсюду уменьшается мы возьмем поставим ее ровно по центру отметим маркером ну круг на бочке после того как здесь будет круг мы его вырежем болгаркой ну а потом продолжим видео народ пока сверлил отверстие нашел такую проблему решил проверить одну просто поднял зажигалкой тяги совершенно никакой нету пенопласт начал жидко оплавляться что мы будем делать я просто возьму болгарку но диск с деревом вырежу здесь отверстие большое выдерывал оттуда вам пенопласт поставлю дощечки на место заодно будет легче сверлить далее дело в том что на болгарку у меня только лишь обычные вот такие диски на которые сюда подходят есть вот такой вот диск по дереву он не с болгарки я вообще даже не знаю чего он как мы будем его ставить он сюда ставится и жутко шатается мы выставим его более менее ровно по центру на глаз и закрутим основной гайкой после чего начнем пилить кстати дело в том что нижней части решил что все-таки понадобится сейчас послал человека за ней нам ее несут в основной бочке мы уже сделали отверстие принесут нижнюю часть мы с ней мы в ней сделаем то же самое мы просверлили отверстие в этой бочки точнее просверлили прорезали в первом случае мы делали это гравером во втором случае приехала днище от бочки мы это сделали болгаркой ну в нижней части в той получилась более такая большая большая по размерам так что труба пролазит туда спокойно в эту с усилием то есть там где у нас полазит спокойно то у нас будет днище верхней части бочки ну то есть у нас здесь вверх и вот с этой стороны мы делаем еще несколько надрезов точнее не надрезов а квадрат выдал для вытяжки здесь у нас будут выходить излишние газы и так мы там сделали кучу отверстий обратной стороны сейчас покажу отверстие насколько я помню 6 с половиной сверло так здесь мы поставили вот такой вот вентилятор купленный фикс прайсе за 45 рублей нет 49 обычный вентилятор можете взять компьютерный кулер либо что-то подобное что у вас вообще найдется это нужно чтобы была тяга ну типа вытяжки от него мы провели проводок сюда вывели небольшой коротенький питаться будет от зарядки для телефона и закрепили мы его чтобы он не болтался на это у нас от от эта штука называется у нас на окнах висит а эта штука от шторы эта штука у нас держит шторы и здесь через шайбу на саморезе держит она у нас еще и провод что мы будем делать дальше здесь сделано здесь у нас сделано и здесь сделано нам понадобится железная трубка у меня здесь она загнута уже непонятно как это с двигателя от от такой модели от форда подойдет в принципе любая про любая трубка железная которую вы сможете гнуть легко мы будем гнуть как мы будем гнуть кругом то есть по диаметру вот допустим бочка ну вот центр между отверстием и краем и вот такой вот круг у нас должен выйти ну естественно круг вышел один конец тут остается другой нам нужно будет вывести из бочки это мы будем крепить через через сбоку короче и через нее будет подаваться газ кстати печка у нас будет газовая в ней будут отверстия которые будут направлены на скорее всего на вот эту трубу чтобы нагревать ее кстати в этой трубе внутри будет стоять еще один вентилятор который будет будет выдувать теплый воздух либо отверстия могут быть направлены на края и тогда будет нагреваться сама бочка ну сейчас огнем продолжим так вот получилось у у нас непонятно и что-то наподобие цифры 5 как она выглядит как-то вот так кстати но у нас будет в нижней части здесь мы сделаем небольшой прорез до это труба будет спокойно ложится сделаем много отверстий ну так чтобы проволочкой можно было примотать к низу так и дальше сейчас первым делом и мы возьмем болгарку сделаем много 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 надрезиков вовнутрь так чтобы через них через них спокойно проходил газ мы его могли зажигать ну и он горел нагревал трубу именно так чтобы были направлены в центр вот как-то так так народ сделал я подключил горелку наш газовый баллон обычный самый пропановый так и вот как она горит я думаю вам видно не понимаю откуда здесь сквозняк на пламя вот так гулять во все стороны пытайтесь сделать так чтобы она была именно направлена в центр потому что она у меня в центр направлено но везде по-разному ладно она сильно коптит почему-то так выключить почти закрепили нашу горелку кстати я посчитал то что сюда подключать напрямую газ будет нелогично так как трубка будет сильно нагреваться взял трубку меньшего диаметра вставил вовнутрь и в ближайшее время я ее запаяю это оба цветные металла так что проблем не должно возникнуть дальше какие закрепляла я просто взял приставил ее сделал много-много дырочек отверстий взял проволоку вот с такого движка здесь проволока мелкая так что я ее сплел просто так вот дальше ею сгибал вот таким вот образом и вставлял вот в эти штуки отверстия чтобы получалось что-то вот такое выходит здесь связывается просто еще здесь и что закреплю и все она должна прилегать как можно плотнее к дну так чтобы никуда не было но не шаталась и держалась крепко в моем случае держится более чем крепкого вообще никак не не шатается это очень хорошо продолжим потом нам эту конструкцию нужно будет прикрепить на стену в моем случае это дерево и на дерево вплотную мы прикрепить конечно же не можем что мы будем делать для того чтобы что-то сделать нам понадобится вот такая вот речка либо что-то подобное брусочек неважно и два вот таких вот болта здоровых длинных и у вас найдутся диаметра вообще неважно берем отрезаем вот такие вот длину кусочки просверливаем отверстие под ваш болт и делаем вот такое углубление для шляпки то есть здесь я взял просто либо пилой либо как я лобзиком но электро лобзиком сделал и здесь выбрал стамес очкой таки что мы получаем мы спокойно можем взять болт и засунуть его вот сюда вот то есть шляпка у нас не выбирайте все будет держаться так как мы будем крепить на стену а вот на эту штуку уже накрутим бочку на гайке уже этот процесс не буду вам показывать забыл упомянуть то что вот такие вот дощечки очень легко трескаются так что когда будете крепить на стену лучше сделайте небольшие отверстия и крепите их на стенку куда вам будет удобно при помощи обычных саморезов и шайб шайба должна быть как можно больше именно по размеру так чтобы входило все без проблем если вы этого не сделаете скорее всего у вас брус лопнет это будет печально придется все переделывать кстати забыл упомянуть перед тем как ставить саму бочку на стену нам нужно вогнать в нее эту трубу как мы делали как мы это делаем мы берем ту часть которая меньше то есть вот здесь вот она идет на сужение подставляемые подошла дальше она будет входить большим усилием то есть ставить мы сами нормально не сможем как мы это будем делать ну как это я буду делать я возьму вот такой вот брусик больше ничего подходящего не нашел у себя не возьму пьяночку и буду подбивать и этот столбик будет забиваться забивать до какой степени его нужно забивать но я буду так чтобы оставалось где-то вот так вот сантиметров 30 дело в том что когда бочка будет нагреваться будет нагреваться и труба наверху на самом верху будет находиться вентилятор который будет задувать его внутрь и воздух и выдувать его снизу то есть но вентилятора естественно будет пластиковый так чтобы он не нагревался не сгорел нужно оставить какое-то расстояние то есть сантиметров 30 а все остальное посмотрим как будет кстати чтобы она держалась крепко советую реально отверстие делать именно по нижнему то есть по маленькому размеру потом продолжим так когда я все это почти сделал стала такая проблема это то мы надеваем покрепить это как с этой проблемой я решил справиться таким образом я нашел кусок старого железного монитора либо чего-то подобного вырезал болгарка вот такие вот кусочки обычные полосочки железные еще за гусеница железная остаются так как я буду делать я просто возьму с двух сторон посажу на болты стоит ну что и с этой стороны внизу тоже сделал отверстие здесь прикручу внизу болты по бокам то есть допустим с этой и с этой стороны после чего я надену придержу и здесь эти штуки загну буквой г после чего затяну гайки и в принципе все так народ ну вот что в общем видео у нас получилось вот такая вот бочечка на стене до на расстоянии все как надо однако дело в том что произошел уже пробный пуск и вот что случилось нашим вентилятором как это я буду исправлять это буду исправлять очень просто вырежет дырку болгаркой полностью такую квадратную здоровую поставлю сюда вентилятор либо что-то такое но более мощная то есть но железная смысле вообще эта штука работает давайте посмотрим а кстати вот проварил все как надо тысячи не проварил а про паял от капельницы трубочка идет наш баллон зажигать нужно снизу дело в том что сначала именно зажигать зажигалку а потом уже открывать баллон вот там все происходит горение горит все недостатков кислорода нету все вполне хорошо вот если открываем ну полный максимум проблем совершенно никаких нет кстати здесь просто болты так были на гаечке держались потом еще взял и на этой ленте болгаркой просто вырезал длиной такую штуку и в него просто вил болт на шайбочке точнее болта гаечку и болт уже и все так закрепил с двух сторон так она держится что у нас происходит там внутри ну единственное что я могу сказать то что пенопласт мне по-любому придется вынимать да кстати тяга вся вылетает сразу туда хотя не думаю то что от этого что-то загорится все дерево чернеет немного есть такая проблема ты если сделать газ минимальный попробую конечно а это не в ту сторону кучу лифту если сделать газ вообще малюсенький то есть еле-еле чтобы горела то я не думаю что будут какие-то проблемы вентилятор по-любому придется ставить что продувал воздух что труба греется внутри вот руку засунул горячая бочка сама очень сильно нагревается руки обжигает просто сейчас если слюной вот такая вот у нас система получилась ставьте лайки подписывайтесь на канал задавать вопрос радостью отвечу потом буду дорабатывать